Итак, дорогие друзья, с вами Валерий Буфсуновский. Ребят, это видеосылка. Под видео есть ссылка на статью «Как правильно изучать джанго». Другие методики не работают. Значит, также можете перейти на сайт spb-tut.ru Только заходить не надо. И здесь есть «Как правильно изучать джанго». Значит, ребят, Чтобы вы поняли, я сейчас остановлю, зачитаю вам одно письмо. Вот участник наш, да? Спасибо, Андрей. Огромное тебе спасибо вам. Я начинал с версии 1.11. Написал два проекта. Один по, грубо говоря, учебнику сайта джанго, другой по книге. Название не помню. Там был пример написания блога, но ничем толком не запомнился. Помню про ваш сайт, и вот я тут. Будем пробовать вашу методику. Ребят, начать с 1.11. Это, грубо говоря, очень тяжелый вариант. Ребят, ну очень тяжелый. Я поместил письма. Я не буду никому ничего доказывать. Я просто знаю, что реально ребята, которые меня слушают, те пишут. Ну что здесь говорит? Ну вот рассказал же человек. Ну зачем далеко ходить? Сейчас остановлюсь, чтобы не крутить, да? Ладно, сейчас доставлю, ссылки найду. Вот недавно ребята просто переделал сайт с PHP на джанго. Раз. Из последних событий просто то, что еще не успело прокрутиться. Хотел вам сказать спасибо, что получил работу в банк зельеразработчикам. Конкретно, Саш, Александр Галанин, да, спасибо вам тоже. Валерий Иванович, привет. Как ваш ничего? Ваша школа раньше и была, потом самостоятельно звучит жалко. Много воды утекло с того времени. Хотел вам сказать, что получил работу, взяли в банк. В конце пишет 8 месяцев, не хвалюсь, все нравится, мне очень помогли уроки, и я не пожалел, что учился. Ребят, ну, понимаете, я написал просто, вот здесь материал, он повторяется, я его не структурировал, ничего структурировал. Просто разъяснение. Либо вы работаете по методике, где у вас не возникает вообще проблем. Смысл этой методики очень прост. У Джанго есть одна фишка, и она заключается в том, что Джанго-разработчики постоянно меняют библиотеки. И если человек начал изучать с версии, допустим, 1.11, то 10-летний опыт для него не существует. Если я говорю, что надо изучать подряд, если я знаю, что такое реверс лейтс, да, то есть перенаправление, то мне остальное все пайчаром сделает за секунду. Я просто взял, и старый путь не работает, новый взял и на лампочку нажал, мне вывело. Но вопрос в том, что ядро Джанго, оно постоянное, оно не меняется. И вот это я пытался здесь рассказать. Вот кто так делает, у того будет, тот будет разработчиком Джанго. Что он будет уметь? Первое, что должен, он спокойно будет относиться к любым изменениям Джанго. Раз. Он спокойно будет читать файл настроек. Два. Он спокойно будет брать код с 1.6, вставлять два, и это будет работать. Он спокойно будет под себя подделывать библиотеки. Но для этого надо, ребят, проходить весь путь. Во-первых, есть два ограничения. Все книги для начинающих, там берем 1.8, 1.9, 2, они все под копирку сделаны. То есть нового ничего. Школа построена так, что здесь идет материал, начиная с 1.6. При этом где-то материал повторяется, где-то углубляется. То есть человек получает полноценный опыт. И какая задача школы? Отправить корабль, корабль это новичок, свободное плавание, чтобы он сам мог работать. И это здесь есть. Поэтому я описал заблуждение. Почитайте. Будете воспринимать, не будете. Я скажу честно, мне фиолетово. Но те ребята, которые так делают, у всех все нормально. Все действительно становятся разработчиками. Все остальные, которые так не делают, они просто-напросто копаются. Но, ребят, чудес не бывает. Ваша задача понять. Сначала вот в статье вы поймете, как развивается джанга. Поймете, что добавляется, что отнимается. А потом я показал конкретный путь, как заниматься таким образом, чтобы джанга для вас покорился. И это произойдет. Нет здесь никаких сложностей. Надо просто немножко поработать. И поработать правильно. Ключевое здесь правильно. Под видео ссылка. Успехов. Все получится. Спасибо ребятам, которые задавали вопросы. И огромное спасибо. Так. Спасибо вам, кто смотрит. Да, ребят, спасибо вам, кто смотрит. Теперь все-таки добавлю. Надо добавить. Считайте, поджанга я завершил. В школе началась как бы новая эра. Честно скажу, практически много лет я просто пишу уроки. Да, пишу уроки. Но сейчас началась новая эра. Поэтому рекомендации еще другие. Вот смотрите. Если вы посмотрите, то у меня очень-очень много сообщений. Да, действительно. То есть я теперь рекомендую, что делать. Смотрите, кто придет в школу. Что надо делать. То есть у вас в сообщении прямо должно письмо быть. Если я где-то забыл его, то вы увидите его в группе. Либо спросите у меня. Грубо говоря, вы переходите в группу и начинаете с первой записи. Когда это надо переходить? Это очень важно. С первой записи и пошли. Сейчас поясню. Когда-то был план 30 тысяч в месяц. Это большие деньги, согласен. 30 тысяч в месяц индивидуальная работа. Я этот план убрал. Ну, во-первых, мало людей училось, потому что это дорого. Во-вторых, это отнималось много времени. Сейчас человек платит копейки, да. Но при этом у него есть практически заниматься индивидуально. Как индивидуально. То есть появились ребята, которым интересно. И здесь мы ставим Python. С какого момента это начинать? Как говорю, дошли до функции, потому что все строится вокруг функции. Я дам ссылку еще на видео, на одно, как войти в язык, вот на это. Сейчас поймете, про что. Вот здесь я его разместил. Он там про Python. Просто они научились. Этот сайт тоже будет. Как войти в язык, да. То есть я здесь тоже вот. И здесь есть как бы план, как эта ссылка есть под видео, как изучать. Так вот, что значит эти занятия? Эти занятия, то есть смотрите, вот человек прошел курсы. Он там изучил списки, словари, типы данных, функции, там импорты. У него все смешалось в голове. Все. Да, в школе раньше был метод, который работал. Он сейчас работает. То есть мы идем на сайт. Переходим. Сначала на том работаем. Идем потом на сайт spb-tut.ru Сразу напоминаю, ребят. И здесь вот по значкам все разложено, да, по полкам. То есть путаться негде. Так вы ничего не найдете. Все с кабинета. С кабинета все подряд, да, будет. То есть будете переходить конкретно к урокам. Так вот, и здесь действительно есть практика. Но есть понимания разные, понимаете? Вот, допустим, если на древиночка сказать, вот ты будешь работать в Django. Если ты будешь работать в Django, то в Python ты не научишься разбираться. Почему? Потому что Django это программирование на классах Django. Это же, ребята, фрейм, как это правильно сказать, фреймворкище здоровое, да. Ну там мы пишем на классах Django и просто используя классы, да. То есть Django написал там методики и все. Так вот, я наблюдал несколько лет, что смотрю, вот этот переход от начала довольно сложен. Да, писал очень подробные уроки. Потом мне это все дело надоело. И я, появились ребята, которые, как получилось? Получилось вот по жизни так. То есть когда я начал... Сейчас, 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 сейчас. А то говорят, что меня сложно слушать. Ну, ребят, я же себя не переделаю. Такой, как есть, да. Вот как получилось. Значит, спустя 8 лет, когда я вот работаю с программированием, я, ну, я не могу сказать, что я разработал методику. Она пришла. То есть, грубо говоря, эту методику я впервые начал применять вот именно в школе Котлин. И я рассказывал видео вот в этом, которое я говорил для новичков. То есть, в июле человек 17-го пришел. Сейчас вот март, да, конкретный момент. То есть, небольшой промежуток, человек уже пишет на двух языках. Да, он не пишет там сильно, но он пишет реально. Понимаете, он думает, он сам все делает. То есть, реально, если он будет развиваться, он может писать сложные вещи. Так вот, к чему я веду. И здесь я начал давать домашние задания, не нечто повторить, а то, что дополняет урок. То есть, грубо говоря, методика на Котлин получилась такая, что человек как бы смотрит урок, чтобы въехать, да. Далее начинает дорабатывать урок в домашних заданиях, расширять. И эти люди, я смотрю, ну, появились люди, начали делать. Я думаю, ой, елки, там человек придет, поделает, потом отдыхает, а тут как эти. Ну, как, знаете, ну, такая жажда к знаниям, ну, честное слово. Так, и вот, когда появились люди, вот я с этими людьми как бы публично в школе, но начал заниматься индивидуально. Что включает эта программа? Ребят, я быстро говорю, ехать надо просто. Потом я уже это не скажу, потому что сейчас вот у меня эмоциональный заряд именно тот, который хотелось бы передать, да. Это важно. Это урок я делаю спокойно, а вот эмоциональный заряд вот это передать. Да, кстати, это мой плюс. Да, может, у меня, сейчас продолжу, главное не забыть. Может, где-то я неправильно выражаюсь вот в плане русского языка. Может быть, где-то английский. Обещаю, ребят, нашел уроки, буду учить. Надоело самому. Но то, что отмечает все, что им не дало бросить язык, это эмоциональный заряд. Ну, а я такой, как заводной уже вот с 2009 года, ничего не поделаешь. Так вот, давайте перечислять. Понимаете, когда ты программируешь много лет, то ты начинаешь понимать. Ага, одно дело понять язык, другое дело ввести человека в язык. Ввести по-разному можно. Ведь, вот возьмем последний, да, действительно, так, 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 стоп. Ну, во-первых, давайте прочитаем благодарность. Вам все равно, а мне приятно. Вот, допустим, вот этот человек, Сергей Асачий, вот он и занимается как трактор. Да, всем привет. Присоединяюсь к поздравлениям Валерия Ивановича. Это 8 марта. Я девчат поздравлял. С 8 марта всю прекрасную половину человечка. Валерий, вам спасибо. За все. Именно ваши письма и видео помогают мне двигаться. Человек новичок, но он пишет. Если вы говорите, тема сделана правильно, я понимаю, что все нормально. Если говорите, тут разберись, я понимаю, что должен разобраться. И огромное спасибо, что находите время. Буду разбираться и буду идти дальше уверен с поддержкой Асилю. А я ему сказал, Сереж, ну, если у тебя хватит сил дойти до классов, то начнешь на классах писать. Так вот, какую мысль я хочу донести? Ребят, ну, ладно, не ругайтесь, пожалуйста. Ну, похвалил себя. Меня так много ругаешь, что когда мне что-то хорошее пишут, мне просто приятно. Так вот. Смотрите. Я написал. Сергей, вы своими занятиями заставили меня поднять книги, перебрать в голове, что реально нужно. Да, делайте. Я собираю записи. Если хватит сил дойти до классов и осилить классы, то тогда сделаю из ваших уроков мини-книги самоучитель для школы. Это очень классно. Быть примером для кого-то. Для кого-то у вас это получается. Жизнь устроена так, что, ну, и там, разъясняю, да, на самом деле, действительно, кто умеет отдавать, тот и получает. Оно у человека начинают осуществляться его мечты. Так вот, я знаю, мне пишут люди, да, что да, я делаю по урокам Осадчева. Ребят, при этом я никого не напрягаю. То есть, я дал задание, сделаю через день добрый, через три, ну, это его дело. То есть, просто-напросто знаю, что ребята другие делают. И я рекомендую, дошли до функций и делайте эти задания. Так вот, какая здесь задумка. То есть, моя задача, чтобы человек реально начал писать. Реально начал писать. И я ему даю задание. Вот он сделал задание, потому что задания, которые в книгах, там, на порталах других, они не работают. То есть, как правило, это математические задания. Человек сделал, там, 2 плюс 2 равно 4. И, в конце концов, он ничего не понял, ничего не работает. Здесь, как я шел, воспринимайте на слух. Опять же, а, у меня есть по HR. Сейчас я вам уже смогу показать. Просто, принципиально, да. А, ну, мы сейчас возьмем любой файл. Сделаем. Потом я его удалю. Так. Так, я напишу АСАЧИ. Я не знаю, как правильно, поэтому напишу С. И все. Как правильно писать, чтобы не обидеть человека. Так вот, ребята, смотрите. Когда вы новичок, действительно, ну, хорошо, почитал книгу, понимаете, понять там типа объектов. О чем я говорю, вот сейчас остановлюсь, дальше продолжу. Смотрите, есть вторая ссылка, чтобы вам будет немножко больше понятнее сейчас мое изложение. Когда вы посмотрите видео, как войти в язык. То есть, о чем я говорю, о типах данных там. Теперь, ребят, смотрите, в чем суть этого метода моего. И я его не то, что открыл, просто увидел, что это реально работает. Хорошо, мы пришли к функциям. Я что делаю? Я Сереже даю задание. Бла-бла-бла, бла-бла-бла, вот эти задания. То есть, сел, придумал задание про зоопарк. При этом, я его подвожу очень спокойно. К этому заданию оно у меня уже было записано. Я уже, как, ну, я же не такой уж гадкий. Но я стараюсь не то, что, именно на его уровень задать. И подвести к этому. Ну, сейчас я найду этот зоопарк. Ну, в общем, не важно. Ну, есть он, да? Так вот, сначала я подводил его к функциям. Хорошо, мы там подошли к функциям. Потом я его начал... Я понимаю, я то вижу школу, я понимаю, что человек пишет на Жанго, и он ничего не знает, что сделать с этими аргументами. Он не знает. Он просто... Большинство людей в школе, я замечаю, тупо смотрит там в Жанго, ставит. А почему ставит нет? Нет. И я для себя это все записывал эти годы, ребят. Честно. Только я как-то думал, ну, буду индивидуально давать. Но когда появились такие люди, я тогда, то есть, даю всем. И это, получается, как бы в школе бесплатно, но как бы работа индивидуальная. Да? Потому что, ну, мне приятно таким людям помогать и другим помогать. На всех, да. И мы проработали там с Каргс, с Кваргс, с разными аргументами. Будете читать, поймете, про что речь. И при этом смотрите, что происходит. Почему этот метод работает? Изначально человек в школе, в данном случае Сергей, получил знания, что такое список, словарь, как импортировать. Но применения пока нет. И он бы, по сути дела, вот этот переход у кого-то длился бы год, у кого-то полгода. Так вот, сейчас это вообще убрано. А убрано каким способом? Вот как я рассказывал. Вот он начал писать уже на двух языках. На Котлин, уже потихонечку там на Java, на Python, то есть реальный. Мы поработали с этим. Потом, я то понимаю, это он не понимает. А я знаю, ага, а что надо? Вот он, чтобы, я думаю, так человек будет работать, допустим, там с любыми библиотеками, у него возникнет проблема, потому что он не может использовать другие функции. Я говорю, Сереж, а вот теперь давайте поработаем, когда функции используют другие функции. Это было, правда, позже. Сначала мы работали с написанием true.exept, да, там, сначала мы работали, там, true.exept, потому что я то понимаю, что вот эта конструкция, это рабочая лошадка джанга. Если вот этот человек привыкнет, да, то там он просто будет менять вещи. И e-fails. Потом я ему говорю, Сереж, ну, теперь даю задание ему, чтобы он работал, когда функции используют другие функции. И так далее. Потом я придумал задание зоопарк, вот что пришло в голову, то и придумал. Потому что все не так просто, ребят, поймите. Дальше он сам будет его усложнять, и мы будем расписывать, что у нас получится зоопарк, а потом вокруг зоопарка целый город. И с классами. Так вот. И первый я вопрос задал. Я не гнал, что вот там напиши. Я говорю, Сереж, вот определи, какие ты типы данных будешь использовать. И вы знаете, меня порадовало. Он использовал где-то список, но человек реально применял. Он реально в своей голове продумывал план, и он реально писал код. Это новичок. То есть он использовал язык. Для него вопрос вхождения и использования языка больше не стоит. И если вы сомневаетесь, то извините меня. А меня, я сам. Я, ну, ребят, я бы сказал, я сейчас скажу первое слово. Я сам вах. Ну, вы понимаете, да, все в афиге, да. Но когда я вижу, что ребята, новички делают такие вещи, извините меня. У меня тоже энтузиазизм. Но расскажу секрет. Просто я задумался над командой. Раньше я делал уроки и делал. И поэтому, конечно, понадобилось уже, хочется, надо уже поработать с ребятами, чтобы они быстренько вышли на нужный уровень. Так. По Котлину. Потому что новый сайт, все неизвестное, да. Но смотрим домашние задания. То есть человек работает с Пайтом, но в то же время с Котлину. И смотрим. Да, конечно, пишут вещи. Смотрите на Котлин. Кот красивый. Они расширяют. То есть, о, расписывают. Ну, подождите, ну это ж любо-дорого, как-то и настроение. Так вот. Подобрал. Потом я поставил задачи, что, например, вот у нас есть сотрудники, есть вольеры. Животные мы, например, привязаны конкретно на данный поиск. Смотрю, раз написал поиск, ха, я обалдею. Он берет словари для поиска, выискал. При этом, что здесь работает? Ребята, здесь работает что? Его желание и мой опыт. Но самое главное, что в данном случае участник, участник, он, смотрите, участник. Ой, ну вечно меня за это ругают. Ну, участник. Первое. Он сам пишет код. Больше для него вопрос, как войти в язык, не стоит вообще. Второе. Он думает кодом. Посмотрите видео, которое я говорил, вы поймете, да? Там я про город лопат, он думает. Третье. Я здесь не подключаю, потому что, вот сейчас вы меня поймете опять. Вот смотрите. В конце было задание. Я то понимаю, что большинство людей вообще забывают про встроенные функции Python. Я там, я ему даю задание. Сейчас. То есть, сначала мы начали прорабатывать встроенные функции, потом я говорю, Сереж, найди список, именно воспользуйся опытом других людей, найди список функций, которые реальные люди используют часто, а потом ты этот список будешь себе добавлять, править. Сначала он что присылает? Он присылает то, что я то вижу, да, то, что выискал из Луца, там Лен, то, что используют при обучении, но, по сути дела, оно мало используется в практике. Я говорю, найди реальный список. Все. Говорю, и напиши функции. Он хитрый. Он тут мне пишет, значит, а какие функции должны быть? Ну, я ему, конечно, объяснил, Сереж, функция должна быть такая, чтобы явно было видно, что она делает. И вот пока жду задания. Но самое важное, я понимаю, что он справится. Он обязательно справится. Но самое важное, что опять реальные функции. И сейчас еще одно скажу, опять воспринимайте на слух, но это очень важно. Можно ли человека подготовить к джанго? Да, можно. Потому что в джанго работают определенные конструкции, и зачастую люди не могут. На самом деле, человека надо... Сейчас я это уберу. Человека там, само собой, джанго, но джанго, вот как я описал здесь, про статью говорил. Но кроме этого, человека надо подготовить. Именно вот с этими хорошо потренировать инструкциями, потому что со словарями, потому что я то понимаю, что в джанго все выводят словари. То есть человек работает хорошо со словарями, он будет уже легко выводить записи. Но все это надо прогонять на чистом Пайтоне. Так вот, ребята, теперь обращение ко всем. Но почему многие со школы стесняются? Я говорю, ребят, ну вас что, в угол поставят? Ругать будут? Двойку поставят? Ну, хотите тайкон писать, как другие говорят? Ну, пишите, ребят. Но кто вам мешает пойти сначала и добавлять? И обсуждайте вы вместе с этим Осадчим Сергеем и Сашкой Ситушкиным. Обсуждайте вы этот код. Только умоляю вас, не смотрите его задания. Ничего не будет. Смотрите только ваши задания и делайте сами. Ну, есть же у вас время. Делайте сами, думайте. Сделали, посмотрели, как Осадча, обсудили. Ребят, ну реально будете писать на всех языках. На всех, на любых. Вот такое вот чудо происходит. Я, если честно сказать, не думал, потому что не думал вот так, да, вот именно давать так. Но сейчас я получаю от этого большое удовольствие. И я говорю, сказал, хоть там передавайте эстафету. Ну, я буду сейчас говорить, так как есть реальный человек, да, и другие ребята уже там выполняют задания, которые он выполнил. Что, Сереж, дойдешь до классов? Отлично. Разберем так классы, что нутро с них вынемем. Потому что писать уроки по классам, да, я там начинал, потом начал рассматривать киви. Вот так надо. Поэтому надо только на практике. Потому что объяснять классы надо на практике. Вот давай тот же зоопарк, и мы же придем с вами. Я рассказывал, все очень просто. Мы этот зоопарк, в конце концов, соберем в класс. Все, все банально просто. Настолько просто. Насколько это возможно. Поэтому я рассказал, что, ну, скажу сейчас конек, почему это работает. Смотрите, мы могли писать там, отдельно там создать список там, да, словарь и так далее. Но у человека ничего не складывается в голове. Что у нас является лошадкой тяговой? Функция, правильно. Функция это законченная программа, которая имеет несколько действий. По крайней мере, человек, который умеет писать функции, а я говорю, одна функция, одно действие, написал функцию, он уже может написать любой из сложностей код. А если он прошел классы, то эти же самые функции он соберет, как классы, и будет просто кайф ловить, потому что он уже понимает, классы надо выучить, потому что он ленивый уже, да. Лучше один раз класс написать, а потом по одной срочке кода добавлять и кайф ловить. И говорит, ой, как тяжело заказчикам мне программировать. Я ж так работал. Столько там воды выпил, столько на загорался. А сам сидит себе и думает, ну, добавил одну срочку кода, да. Но учился, зато тяжело. Так вот, это одно. А другое дело, когда мы этот список начинаем использовать в пределах функции, и начинается нарабатываться опыт, то есть совершенно реальный. А если еще со стороны, с моей как педагога, пусть, которого многие ругают, ну, ничего, ну, я не стараюсь, не пытаюсь быть идеальным. Ребят, я такой, как есть. Вот и все. Вы меня либо воспринимаете таким, как я есть, либо не воспринимаете. Здесь другого нет. Мне какой-то... Ну, ладно, не буду отвлекаться. Так вот, когда мы работаем в пределах функций, используем тот же список, ту же строку, то же извлечение, тот же поиск, то мы начинаем нарабатывать функции. Раз, учиться писать реальный код. Два, учиться нужным вещам. Три, то есть мы начинаем не учиться программировать, а именно заниматься программированием на практике. Понимаете разницу? Учитесь вы пока, смотрите уроки. Поэтому я понимаю, что моя школа очень ценна. Я понимаю, что много сотен людей начало писать. На сегодняшний день я говорю вот так. И я не скажу, что это мне спасибо. Это спасибо вот этим ребятам. У них вот такая вот... Ну, вы чувствуете по голову. У них такая вот жажда. Они вот, если бы могли, руки вытянули, и все бы забрали с меня там с головы. Вот такая жажда, да, у этих ребят. Так вот. Так как не пойти навстречу? Это же... Я не представляю. Или там Иситушкин пишет, то он писал это. Ну, понимаю, что где-то мыкались. Поэтому я говорю, что сейчас вот немножко изменилось обучение. И, в общем, все, что хотел сказать, я сказал. Ребят, прослушайте второй раз. Говорил быстро, может, эмоционально. В общем, то, что... Гарантия. Ну, я не буду, потому что это от вас. Гарантию как-то я могу дать за вас, да. Но то, что в школе начинают писать все, это я знаю, кто хочет. То есть, ну, не было у меня людей, которые бы не начали. Последнее время, что радует? Это не сразу было, что там. Ну, вот прошло уже несколько лет с 2013 года. И все чаще я получаю сообщения, что взяли на работу, написал сайт. То есть, пошла какая-то вот именно вот эта приятная вещь, что для меня, что я вижу результаты ребят, которые учились в этой школе, да. То есть, они есть на самом деле. И спасибо, ребят, опять говорю не себе, опять говорю вам, ребят, спасибо, что у вас получилось. Потому что именно это дает возможность, во-первых, смотря на вас, новички себе скажут, ну, все-таки у меня получится. Ребят, да получится! Ну, сколько говорить, да ничего здесь нету, вы в школе, средне изучали все более сложное. Получится, будете программировать? Будете! Было бы желание. Все. Не надо никуда торопиться, шаг за шагом. Не надо никуда лететь. Быстрее не будет. Итак, ссылки под видео. Вот, хотел трехминутное видео написать. А в конце концов, вывалил на вас бурю положительных эмоций. Ну, спасибо вам, дорогие друзья, за доверие. Хотя, нет, хватит, хватит, хватит. Ребят, вы знаете, что самое главное я вам скажу? Здоровье. Это первое. Поэтому обязательно занимайтесь физически. Второе, что все у всех получится. Кто хочет, умеешь, можешь список магазин составить, можешь программировать. Не говорите мне иного. Не верю. Каждый может программировать. Так вот, спасибо вам, кто дослушал это видео. Спасибо вам, что есть люди, которым интересно программирование. И спасибо вам, сразу говорю, что у вас получится. Все, успехов. Кто начал с этого видео, ссылки внизу под видео. Пока-пока.